так всем здравствуйте здравствуйте девчата так мы сейчас отрегулируем нашу камеру и начнем наш прямой эфир высоковато так ну здравствуйте сегодня у нас четверг и как обычно по четвергам мы встречаемся с вами в прямом эфире вконтакте спасибо за ваши сердечки значит нас увидели услышали даже сердечков больше чем нас видят и слышат и так девчат здравствуйте не только девчата наверное может а вдруг еще и мальчишки есть всем привет сегодня у нас остается опять же прямой эфир как мы обычно делаем это каждую неделю попробуем показать вам какие-нибудь незатейливые несложные дизайны которые могут исполнить практически все вот как правило мы пытаемся рассказать о новинках которые в компании ими появились за последнее время и уже в принципе уникать мирошниченко проводила прямые эфиры с этими гель-лаками которые да мы сегодня будем с вами рассматривать это новое 6 оттенков новых 6 оттенков до гель-лаков с таким красивым шиммером так и пытаясь сейчас их разложить 94 98 так 97 98 99 так и номера 500 501 502 вот так и так новых 6 оттенков которые сегодня мы с вами будем с помощью которых мы сегодня с вами будем делать дизайны да то есть как бы фон покрывать будем и так далее пытаться их совместить добавить какие-то декорации фольгу и так далее значит с вами как обычно город ростов-на-дону на связи я инструктор по дизайном до работаю в школе екатерина николана мирошниченко в городе ростове-на-дону уже много-много лет зовут меня наталья как люгина если вдруг какие-то будут возникать вопросы вы всегда можете задать обязательно стараемся сохранить эфир и в ютюбе он будет данной странице екатерина николана мирошниченко и в контакте сохранится поэтому в принципе начнем значит и так мы представляем вам так но это типсики которые мы сегодня с вами сделаем можно и конечно же как бы они это такие знаете как бы дизайн универсальный потому что по большому счету цвета конечно могут быть абсолютно любыми вот но я вот села немножечко поделала как бы думаю с чем красиво будет сочетаться но мне не знаю мне красиво золото мне красиво золото поэтому тут конечно много золота вот ну а вообще а вообще значит мы поговорим конечно же а гель лаков которые вышли новые компании эми эта коллекция гель лаков под названием таким красивым каким-то восточным ракеш маракеш номера гель лаков с номера 497 по номер 502 значит ну что хочется сказать значит ну во первых это палитра конечно же, из шести цветов, вдохновленных экзотикой восточной культуры. Ну, так красиво маркетинг, да, представляет. Коллекции, вообще, когда они пишут что-нибудь такое про новые вышедшие гель-лаки или какие-нибудь декорации, мне все время так прикольно читать. Я обязательно читаю вслух с каким-нибудь выражением, потому что так прикольно звучит это все. Добрый вечер, Наталья. Да, ну, у нас в Ростове день. Здравствуйте, Виолетта. Очень приятно. Не пропускайте прямые эфиры наши. Даже прям аж это... Застеснялась. Итак, ну, послушайте, как красиво пишут про эти гель-лаки девчонки из отдела маркетинга. И не только девчонки, там еще и мальчишки работают. Значит, палитра из шести эксклюзивных оттенков, вдохновленных экзотикой восточной культуры. Значит, так, у меня, конечно же, есть типсики выкрашенные, да? Вот так вот мы сделаем. Вот так. Здесь выкрашенные типсы как раз-таки и можно рассмотреть и под глянцевым топом, и под матовым топом. Это свечение, конечно, очень красивое получается. Ну, я пока вот так вот оставлю, и все-таки мне хочется вам прочитать эту поэзию. Шиммер в каждом из оттенков придает особую магию и характер, помогая воплотить в жизнь образ загадочной восточной красавицы. Коллекция Маракеш — это плотные оттенки, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Каждый оттенок словно рассказывает свою собственную историю и помогут придать образу изысканность. Ну, красивые, красивые, знаете, в простонародье красивые гель-лаки с блестяшками. Ну, не с блестяшками уж, конечно, а с шиммером. Значит, ну вот синий так он идет, как бы просто с перламутром, а бежевый тут вот тоже с перламутром 502. А вот, например, смотрите, какой красивый 497-й цвет. 498-й тоже он перламутровый с мелким мерцанием. 499-й, темный, такой насыщенный, даже я не знаю, цвет кофе, не кофе, но такой красивый и очень красиво смотрится, солидно, под матовым топом. Ну, опять же, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Здравствуйте! Я подняла голову, прочитала, и здравствуйте. Вот, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, естественно, как бы я попыталась посочетать, немножко добавить золото и так далее. Ну, как знаете, опять же, возвращаясь к дизайну города Ростова-на-Дону, золота не может быть много, да, все красиво, кто-то любит серебро, кто-то золото, лично я предпочитаю, конечно, золотые украшения больше. Вот, но, как бы, вот, на ногтях, да, это же все-таки месяц покрылый, все-таки ходить, да, чтобы не надоело и так далее. Можно просто посочетать как-нибудь интересно эти цвета, соединить воедино на одном ноготочке, хотя бы, да, дизайн сделать одного ноготочка. Вот, ну, в принципе, то, что мы сейчас и попробуем с вами сделать. Итак, значит, ну, убираем сторону. Так, выбираем сторону. Что нам сегодня еще потребуется? Нам потребуется кусочек фольги. Мы можем использовать, например, золотую, да. Мы можем ее отпечатывать как на черный тюльпан гелевую краску, так и на... Ну, черным тюльпаном легче, конечно, рисовать. А вот, например, если захочется сделать стемпинг, подтерлось у меня название, Multiple Dizzing Gel, это такой гель-клей для того, чтобы делать дизайны с техникой стемпинг, да. То есть, как бы, это, конечно, прозрачный гель, такой густой гель, очень такой плотный, хорошая такая густая консистенция. И можно и пополнять, как бы, отпечатывание красотки. Вот смотрите, вот здесь на ноготочке, вот на заднем, видите, на заднем плане градиент, а потом отпечатана фольга. Мне очень нравится, прикольно получается, так по-взрослому смотрится. Даже вот ни один лак для стемпинга золотого цвета не сравнится вот с этой техникой, когда на рисунок отпечатываешь фольгу. Так, значит, Multiple, да? Я уже, я все время смеюсь, когда запоминаю про этот гель, значит, для отпечатывания фольги, как только его, я сама его назвала, Multiple. Мне нравится Multiple. Девчонки-технологи называют мультик. Ну, такое действительно универсальное средство, как бы, шикарно отпечатывается фольга, и пыль втирается прикольно в него. То есть, очень хорошая дисперсия. Так, что еще мы можем взять? Давайте возьмем паттерны. Вот это у нас пластина для стемпинга номер 3. Пластина для стемпинга номер 3. Паттерны, да? Вот так вот будет правильно называться. Но, опять же, смотря как ударение стоит. Ну, не паттерны же, правильно? Поэтому паттерны. Вот, значит, с красивыми такими разнообразными рисунками, да, такими вот графическими. Смотрите, вот я открыла каталог, каталог, и как раз таки вот она получается. Пластина номер 3. Мы возьмем с вами ее в работу, потому что, по большому счету, можно взять любую пластину с разными такими, знаете, абстрактными, абстрактными дизайнами, то есть, как бы, абсолютно линии, какие-то графические построения, там, геометрические построения, линии, квадратики, треугольнички и так далее. Давайте возьмем вот именно вот этот вариант. Вот, можно будет использовать, как бы, любые такие абстрактные варианты. Так, 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 что еще? Что еще? Ну, шермиконы, конечно же, шикарно всегда сочетаются. Мои любимые линии золотые, черные. Прикольно, можно сюда добавить. Есть еще серебряные и золотые. Вот эти вот шермикончики в виде линий золотых, серебряных. Не знаю, мне кажется, просто полоску приклеить через весь ноготь и уже красиво. Ну, а так, если кому-то интересно, то это самая ходовая, конечно, позиция, но она, в принципе, есть в наличии. Это линии золота номер 117. 117 шермиконы с полосочками и черные полосочки. Это у нас получается 162 линии черные. 117 и 162 это шермикончики от Эми в виде полосочек. Есть еще, повторюсь, белые и серебряные. Ну, мне больше нравится в золоте, да, сегодня. А вот, что еще мы можем использовать? Ну, вот не знаю, вспомнила я вот про такие вот варианты шермиконов. Очень часто использовались. Это я вам сейчас подскажу. 241 номер абстрактные цепи. Абстрактные цепи, 241 номер шермиконов. Прикольно тоже, сюда же будет прикольно смотреться. Это, знаете, вот видите, они так прикольно соединяют какие-то кусочки дизайна. То есть, забавно смотрится. Так, 241 абстрактные цепи. Что еще можно использовать? Не знаю, посмотрела. Очень, как бы, вот, зашло в свое время. 239 номер. 239 баланс. Ну, такое название 239 баланс. Вот прикольные такие штуки, дрюки. Вот как раз таки, знаете, вот оно просто где-то по центру ноготочка добавить, где-то в центре. И уже, в принципе, красиво. Вот. И еще вот можно, например, вот такой брать. Вот я вот его тоже вспомнила, что лежит. И сейчас я вам скажу, это... Хотела быстро найти. И, ага, нашла. 242-й. Мечтательные фразы. 242-й номер. Мечтательные фразы. Тоже будет прикольно сочетаться. Просто, знаете, это вот такие шермиконы, которые, скорее всего, даже если, например, у вас где-то лежат, и, например, как бы так, вы взяли и так забыли, например, про них. Можно вообще воспользоваться любыми какими-то шермикончиками, золотыми надписями, черными надписями. Всегда хорошо будет осовременивать любой дизайн. Ну, короче, вспомнила я вот о таких вот вариантах. Да, это еще вот 249-й изящество. 249-й. Подождите, уберу вот так. Все, не видно. 249-й изящество. Просто почему обращаю на такие внимания, 249-й. Просто здесь очень много мелких надписей. И как раз таки на маленькие ноготочки, на мелкие ноготочки, допустим, да, они очень длинные, очень кайфовые такие шермикончики, добавляют любые дизайны, и они будут хорошо осовременивать любой дизайн. Просто повторюсь, изящество 249-й номер. Вот мелкими такими буковками, если хочется куда-то на ноготочек приклеить. Так оно прикольно смотрится вообще. Я люблю. Люблю. Надписи улечки всякие разные, тоненькие, маленькие. Так, все. Значит, ну и потихонечку давайте начнем. На самом деле, как бы, ничего сложного, как всегда у нас не будет. Все будет очень просто. Я сейчас надену перчаточку. Вот. И вот нам тут здравствуйте. Здравствуйте. Никаких вопросов пока не возникло, потому что, да, загрузила, скажи. Давайте уже начинать работать. Согласна с вами, девчата. Давайте потихонечку поедем. Так, сейчас надо взять пару каких-нибудь салфеточек. Так, и протереть типсик, чтобы он... Вот так. Так, ну что, давайте... Хорошо видно, да? Я так вот это двину сейчас все тут. Свет поправим. Итак, поехали. Так, немножко надо мне приподнять. А то я совсем не могу залезть под телефон. Так. Итак, ну давайте что-нибудь такое простое сделаем. Давайте посочетаем сейчас... Возьмем, например, номер 498. Такой красивый светлый перламутровый оттенок. И, например, часть ноготочка покроем на просушенную, естественно, базу. Можно сделать какой-нибудь симпатичный такой вставочку-уголочек. Начнем прям не весь ноготь, да, покрывать. Хотя на самом деле, может, удобно было бы сверху. Давайте так побольше угол возьмем. Будет лучше видно. Посочетаем гель-лаки из одной и той же коллекции, да? Хотя они совершенно такие... Иногда такие цвета вот выходят, допустим, в коллекцию. Думаешь, никогда бы в жизни не придумал бы посочетать бы вместе. А потом начинаешь делать и понимаешь, прикольно. Ведь все остальные... Ведь не обязательно же делать на всех пальцах, да? Мы говорим про дизайн, например, одного-двух ноготочков. Вот. И, то есть, все остальные цвета, они, естественно, могут быть любым цветом, да? Тот, которым вот мы, допустим, сейчас два цвета задействуем, допустим, в дизайне, да? И любой цвет может быть как раз-таки нанесен на все остальные четыре пальчика одной руки. Так. Прикольно полосочки остаются видно на перламутровом цвете. А ну-ка, если мы сейчас еще чуть-чуть... Пыталась просто выровнять, чтобы аккуратно было вот так вот. Ну, прямой угол, непрямой угол. Ну, как получится. Я не думаю, что это прям принципиально важно. Так, аккуратненько излишки сниму и просушу, конечно же, в лампе. И давайте сделаем, например, еще вариант вот такого плана. Давайте, например, возьмем бежевый немножечко другого характера, да? 200, 500, второй номер возьму. Так. И, например, давайте вот так в эту сторону. Аккуратненько. Часть ноготочка, да, мы хотим с вами посочетать. Аккуратненько. Так. Вот так. И просушиваем. Можно было даже чуть меньшую часть, допустим, закрыть. Так. И давайте возьмем сейчас, как раз таки отпечатаем, да, рисунок, например, с пластины номер 3. Причем мы можем взять с вами, по большому счету, любой орнамент. Абсолютно никаких ограничений. Так. Нужно только взять... Ага, куда я делаю? Так. Подушечку для стемпинга, конечно же. Взяли. Так. И чем убрать излишки? Так. Ну, давайте черный цвет. Возьмем лак для стемпинга 0,2. Хорошенечко встряхнем пузыречек. Так. И я на столе у себя потеряла карточку пластиковую для того, чтобы убрать излишки. Сейчас, секундочку. Нашла, конечно же. Когда начинаешь суетиться, все почему-то теряется. У меня тройка. Так. Ну и давайте вот такой, например, возьмем, да. Не обязательно полностью, потому что у нас будет только часть ноготочка с рисунком. Убираем все лишнее. Легкий накат. На подушечку не давим от слова совсем. Набираем. Так. Все у нас набралось. И теперь мы отпечатываем вот как раз таки на этот угол. Так. Все везде отпечаталось. Да. Все везде отпечаталось. И оставшуюся часть мы закрываем. Ну, давайте возьмем номер, например, 501. Да? 501. Базар. Восточный базар. Такой красивый. С шиммером. И нанесем цвет на оставшуюся часть, да, ногтевой пластины. Естественно, выделяя уголочек с одной стороны. Мы можем потом с вами ровную линию начертить от руки, например, тонкой кисточкой отделяя, допустим, зону от зоны, да. Либо мы можем взять как раз таки какие-нибудь там полосочки. И вот как раз таки шармикончики. То, что я говорила, линии черные, либо линии золотые. Кому как больше нравится золото или черный цвет. Так. Красивый такой мелкий шиммер. Красиво так переливается. Понимаю, что надо снять излишки. Не очень удобно, но и тем не менее сейчас все уберем и снимем. Я даже ничего не вытирала, потому что лак ложится плотно и перекрывает все излишки там, вот допустим, отпечатанного лака. Так. Вот здесь нужно мне выровнять немножечко. Так. Так. И просушиваем, естественно, в лампе. Так. А это давайте цвет и более бежевый, светлый оттенок, да. Посочетаем, например, с более темным оттенком. Из коллекции, например, будет 499. На самом деле, я уже сказала, можно любые цвета брать такой. Знаете, мне нравится такой универсальный. Когда сидишь, думаешь сделать какую-то абстракту, какие-то случайные отпечатывания чего-то. Это нужно просто вот брать какую-то пластину с какими-нибудь абстракциями. Разделил ноготь на две-три части. На одну из частей отпечатал рисунок. Две другие отделил там, например, какими-нибудь доп. материалами. Получается, в принципе, прикольно. Это, знаете, когда совсем-совсем не знаешь, что бы можно было бы сделать, да, такого эдакого. На самом деле, вот можно было сейчас отпечатать стемпинг, а я не отпечатала. Ну, ничего страшного. Тогда придется немножечко подтереть. Заболталась. Нервы делает свое дело, когда я немножко нервничаю, чтобы все получилось. Так, все, хватит. Так. Так, просушиваем, естественно. Так, и здесь, здесь мы в ход пустим, конечно же, шермикончики, да, поэтому перед тем, как мы приклеим шермикончики на поверхность, мы перекроем, давайте с вами, гелем безостаточной липкости. В нашем случае это будет теклас, то безостаточной липкости. Шермикон и теклас, они созданы друг для друга, то есть мы шермикончики будем приклеивать на нелипкую поверхность, да. Некоторые мастера просто вытирают липкость, но ведь у нас же сейчас с вами здесь отпечатан рисунок с помощью лака. Если мы сейчас начнем вытирать дисперсию, то, естественно, мы сотрем рисунок. Поэтому зачем вытирать, если мы просто нанесем промежуточный этап. Мы защитим рисунок, который мы отпечатали с помощью техники стемпинг и при этом подготовим поверхность, на которую шикарно приклеятся шермикончики, да. Так, давайте теперь здесь, ну давайте какой-нибудь вариант. Давайте вот с такими вот, да. Такой немножечко похож на брендовый рисунок. Так, где у нас штампик нужно обязательно очистить, да, чтобы был идеально чистенький. Все, готово. Так, лак для стемпинга номер 02 черного цвета. Так, пластиковая карточка. Я думаю, все-все мастера, наверное, пользуются пластиковыми карточками. Тут даже как бы никаких проблем с уборкой лишнего материала. Так, нанесли, убрали все лишнее. Легкий накат от слова совсем. Вообще не давим на подушечку. Все, вот оно все набралось. И отпечатали только туда, куда мне нужно. О, отлично. Видно? Даже немножечко по краешку пошло. Ну, ничего страшного. Мы потом тут фольгой закроем, даже ничего тереть не будем. Конечно же, мы с вами... Лак высыхает для воздуха. Ой, господи, на воздухе, да. То есть, сушить в лампе не обязательно. Все уже тут произошло. И давайте мы точно так же перекроем топом безостаточной липкости. И в нашем случае это будет теклос. Потому что нам нужно сюда будет с вами добавить какую-нибудь разделительную полоску. И если в первом случае мы справимся с помощью, например, шермикончиков, то в этом варианте мы с вами добавим работу с черным тюльпаном и фольгой. То есть, мы с вами отделим две территории между собой. Так. Ну, а здесь, а здесь, конечно же, дорабатываем шермикончиками. Так, это будет совсем небольшая какая-нибудь... Так, где у меня золото? Можно взять золото, можно взять черные полоски. Но я уже сказала, что мне больше всего не золото. Как-то так... Дорого-богато. Дорого-богато. Просто невозможно как... Мне нравится, когда золотое все. Мне нравится золото. Я даже иногда к своему черному френчу прикрепляю какие-нибудь золотые надписи. Ну, или черные, или золотые, конечно. Да, согласна, не всегда. Золотые бывают иногда и черные. Так. Выбираем лишнее. Приклеиваем с другой стороны. Дай бог здоровья тому человеку, который придумал шермиконы. Потому что самый быстрый способ дизайна, да? То есть, как бы, очень красиво отделяет, украшает. Придает какую-то, знаете, значимость, что ли. И ощущение такого, что выглядит просто вау, как сложно, интересно и так далее. Хотя, на самом деле, да, как бы все это выглядит очень просто. Так. Вот такой вариант мы сюда добавим. Будет прикольно смотреться. Я думаю, что у многих лежит такой вариант шермиконов без надобности. А вот к таким дизайном оно очень хорошо подходит. Прямо вообще на ура. Так. Давайте какую-нибудь такую крупненькую. Так. Мне нужно было бы, конечно, сейчас взять руки пинцет. Ну, у меня даже он есть. Я могу взять сейчас пинцетиком. Так. И примериться сюда. Наталья с нами поздоровалась. Здравствуйте, девчонки. У нас в Ростове очень жарко. Мы смотрим новости. И в Москве жара, конечно. И везде жарко. Но, мне кажется, Ростов просто бьет рекорды. Потому что... Да, лучше бы руками приклеивала. Потому что в тени у нас передают 36-38 градусов. А на солнце все 60 получается. Короче, у нас прям очень тепленько в Ростове. Вот. И... Не знаю. Июль всегда жаркий. Но каждый раз кажется, что именно в этом году он жарче, чем никогда. То есть, вот было жарко, но чтобы так жарко, вот никогда не было. Вот. У нас, мне кажется, даже... У нас жарче, чем в Сочи и в Адлере. Вот. Ну, а мы продолжаем с вами делать красивую красоту. Ну, сам себя не похвалишь. Кто еще похвалит, правда? Так. И сюда можно как раз-таки придумать какую-нибудь надпись золотого цвета. В Новосибирске только жара спала. Тоже 35 было. Лена нам пишет. Да, просто я раньше жила в городе Иркутск. Так. Сейчас, Наталья, извините. А какую пластину вы использовали? Пластину номер 3. Взяла пластину номер 3. Три паттерны. Видите? Разные вот эти вот рисуночки, сеточки, клеточки. Номер 3. Номер 3. Пластина для стемпинга. Так. Что-то мне не зашли маленькие надписи. Наверное, сейчас чуть-чуть побольше. Так вот, про погоду, да? Значит, пожалуйста. Про погоду. Я раньше жила в Иркутске. И в Иркутске тоже было когда жарко. Ну, то есть, летом, конечно, бывало и жарко, и все. Но в Иркутске ночи, понимаете? Ночи не такие жаркие, как здесь. А в Ростове сейчас ночью плюс 30. То есть, в Ростове прям тепленько, прям балдеешь от этого тепла. Так, можем золотое что-нибудь, можем... О, давайте черненькое. Вот, поэтому, конечно, в жаркое время мы с вами встретились на экране. Так, давайте, вот так прикольно будет. О, и, конечно же, покроем топом. Это может быть топ глянцевый, это может быть топ матовый. То есть, по большому счету, можно использовать любой топ. Так, ну, мы можем использовать, например, тот же Текласс, да? Я уже сегодня его использовала, стоит со мной рядом. А можно использовать, например, ультрашайн, да, ультраблеск. Вот, поэтому, как бы, кому чем удобно. Матовый топ тоже хорошо подойдет. Ну, золото, конечно же, не будет так блестеть, как хотелось бы. Поэтому на любителя. Некоторые клиенты любят, чтобы ноготочки были глянцевые. Не часто, но клиенты все-таки любят матовые поверхности. Поэтому можно покрыть и матовым топом. Вот, и получается, у нас все готово. И мы с вами просушиваем, да, данный вариант. Вот, давайте здесь. Так, у нас, помните, перекрыт ноготочек был топом. Мы сейчас с вами в работу возьмем не шермиконы, например, а фольгу. Я тоже думаю, что если нет шермиконов, можно сделать декорацию своими руками абсолютно. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Закреплю у меня. Почему-то падает стойка. Так. Так, все убрали в сторону. Возьмем в работу фольгу. Но прежде, чем мы будем фольгу отпечатывать, девчат, нам нужно, конечно... Ой, Виолетта, да, вот сейчас вопрос такой поступил. На самом деле ложатся плотно. В принципе, можно, если, допустим, камуфлирующая база, я даже думаю, что можно достаточно и в один слой. Но, вообще-то все давно по правилам. Все гирлаки наносят в два слоя. Поэтому в два тонких слоя. То есть, в два тонких слоя с продиранием. Я, конечно же, сэкономила где-то время и покрыла просто один слой на типсу. Воспользовалась тем, что типса непрозрачная. Поэтому, как бы, очень хорошо лег. Вот. Поэтому, как бы, конечно, на клиентах два тоненьких слоя. Ну, а делать образец, я считаю, что, в принципе, достаточно одного. Так, ну, а теперь мы возьмем, конечно же, с вами бафик. Да, бафик. Любой бафик. И снимем глянец с поверхности текласса. Я сейчас уберу типсик с экрана, потому что, чтобы голова не загружилась, и чуть быстрее буду махать бафиком. Просто сняла блеск с поверхности текласса. Почему нельзя снимать блеск с поверхности цветного покрытия? Ну, потому что, во-первых, у нас там отпечатан рисунок. Правильно же? Вот. И мы его перекрыли топом текласс. А текласс все-таки это гель-лак, и он очень мягкий. И чтобы вот фольга отпечаталась только туда, куда нам нужно. Поэтому я перекрыла топом текласс. Забафила его, да. Сейчас с помощью безворсовой салфеточки вытираю пылючку, которую тут напылила. Ну, и с помощью кисточки давайте 5 дробь 0 возьмем черную гелевую краску. Черную гелевую краску, черный тюльпан. Черный тюльпан, гель всех времен и народов. Мне кажется, он существует всегда, хотя нет. Знаете, как бы... Ну, для геля, конечно, он давно уже такой старенький, довольно-таки. Слушай, сейчас пыталась вспомнить, сколько лет. Не помню. Мне кажется, он был всегда, конечно. Ну, нет, я помню времена, когда он только появился, и это был фурор, конечно. Черная гелевая краска называется Черный тюльпан. У нее шикарная дисперсионная пленка у этой краски, и на которой шикарно отпечатывается фольга. И мы с вами вот так аккуратненько, аккуратненько отделяем зону, да, зону, на которой у нас, по-моему, отпечатан рисунок с помощью техники стемпинг. И зона, которая у нас будет без рисунка, просто такая затемняет, да, будет подчеркивать нашу светлую зону. И будет очень красиво смотреться, опять же, с золотом. Так, лишнее все, аккуратненько. Фольга будет хорошо отпечатываться как на тонкие линии, так и на линии потолще, поэтому никаких проблем с этим нету. Ну, хочется просто же, чтобы аккуратнее было, правильно? Да, правильно. Слушайте, можно какие-нибудь штучки-дрючки поставить вот сюда, капельку, точечки будут тоже, например, золотые. Можно, например, там сделать вот эту сеточку золотой, вот так вот аккуратненько нанести чуть-чуть черного гель-лака, это тоже будет фольга. Ну, раз уж у нас отделяется эта зона, почему нет? Вот. Не знаю, просто на ходу что-то подумалось, что можно вот таким вот образом немножечко добавить. Так, ну что, просушиваем. Черный тюльпан, значит, это гелевая краска, которую мы будем сушить в лампе в течение одной минуты. Вот. И, значит, после чего мы будем отпечатывать фольгу. Так, ну вот мы сюда уже добавили еще один вариантик, да, сейчас добавим сюда. Я думаю, по времени у нас даже хватит еще время еще сделать и градиент. И со светлого оттенка, и темного оттенка тоже будет прикольно. Так, не знаю, видно, не видно. Вот таким образом. Сижу около окошка, вроде бы естественный цвет, но и тем не менее, все равно, конечно же, варианты с фольгой фотографировать очень сложно, да, чтобы была хорошая видимость. Ну, я думаю, потом отфотографируем, и все будет хорошо. Так, ну что, продолжим. Ой, у меня тут салфетки упали, ну, ничего страшного. То есть я, в принципе, жива-здорова. Так, минутка сейчас у нас доходит. Мы возьмем с вами золотую фольгу. Золотая фольга, обыкновенная, глянцевая. Берем вот с этой стороны, когда бывает фольга, а с этой стороны глянцевая, бывает матовая. Лучше всего, конечно, глянцевая отпечатывается. Если вы увидите фольгу с матовым оборотом, то матовый оборот надо просто вытереть с помощью обезжиривателя, и тогда фольга будет отпечатываться в разы лучше. Так, ну, а я пока сушила черный тюльпан одну минутку. Большим пальчиком нажали, подержали, оторвали. И аккуратненько допечатали там, где не допечаталось первого раза. Так, и вот оно везде абсолютно. От черного цвета не остается ничего. Вот, может быть, у нас кто-то здесь присутствует, девчонки, на прямых эфирах, или смотрят кто-то, может быть, в записи потом эфиры. Значит, есть у нас платформа, да, платформа онлайн, где продаются курсы онлайн, где можно посмотреть, не обязательно очно учиться, можно, да, заочно выполнять работу. Кураторы будут проверять, оставлять свои оценки вам, просить вас делать, переделать или, наоборот, похвалить в работе. Так вот, есть такой курс, называется он ТОП-10. И там 45 уроков. 45 уроков технических вот этих всяких разных вопросов. Как отпечатать фольгу? На что отпечатать фольгу? Как втереть пыль? Как там сочетать глянцевые матовые топы? Как вот, то есть, как бы разные-разные техники. Я вот тут начала быстро говорить, сама понимаю, что даже трудно перечислить. Очень много технических вопросов, и там как раз-таки очень много заданий, которые завязаны, значит, именно на вот гелевой краске черной тюльпаны, отпечатывание фольги. И видно, что, ну понятно, что мастер не может накупить себе все материалы, да. Это не направлено на то, чтобы купить, и вы что, вы курс не пройдете? Да нет, конечно, курс будет принят, и в любом случае. Просто часто пишу девчонкам, что часто качество дизайна зависит от качества материалов, которые используются в работе. Вот, и получается, что если, например, взять, купить одну гелевую красочку черной тюльпаны, мало того, что и покрытие плотное, и френч, вот, например, я тоже рисую только черным тюльпаном, да. Вот, значит, и это шикарная гелевая краска, на которой шикарно отпечатывается фольга, и в любой, можно, момент, да, на один пальчик где-то чего-то, хоть полосочку, хоть палочку, хоть галочку отпечатать фольгу. И если, например, вы работаете с черной гелевой краской черный тюльпан, то, значит, вы должны помнить, что сушить ее нужно, например, вот я сушу одну минуту, и неважно, в классе я работаю, где лампы уже такие довольно-таки старые, да, уже изношены, или, допустим, с клиентом работаю, то, конечно же, черный тюльпан – это самая, ну, вот, просто лучшая краска, на которой отпечатывается фольга. И не потому, что я живу и работаю во имя, нет, абсолютно, просто вот качество действительно материала, ну, классное, о чем можно говорить. И очень многие мастера, я думаю, что со мной согласятся. Так, значит, сейчас мы, чем-то нам нужно доработать, да, немножечко. Я могу на всякий случай, вдруг мне что-то не понравится, чтобы я не испортила фольгу, я тонким-тонким слоем Т-класса сейчас перетяну, типсик. Видно, так прикольно получается фольга добавлена, там сеточка такая получилась из фольги. Просушиваем и добавим сюда какую-нибудь наклеечку. Ну, вот, не знаю, мне прям сильно нравятся там всякие вот надписи, это вот, ну, не знаю. Мне кажется, так прикольно смотрится. По-взрослому, знаете, когда нету никаких розовых цветочков, бабочек там и так далее. Я считаю, что вот, ну, прикольно так, на один пальчик кайфовую какую-нибудь штучку-дрючку такую прилепить. Так, ну, и здесь то же самое мы сейчас с вами сделаем. Можно золотую, да? А у меня с золотом такая есть. Да, с золотом есть. Может быть, что-нибудь терненькое, терненькое, или просто надпись, например. Ну, вот, знаете, как обычно начинается. И не знаешь, чего там прилепить. Да, смотрится стильно со вкусом. Ой, не знаю, со вкусом нет, но мне просто, вот, знаете, вот я не очень, скажем так, модный человек. Вот, и мне, например, больше, когда клиент, например, приходит и говорит, ой, дизайн какой-нибудь там сделаем. А я, например, ну, не знаю, что посоветовать. Ну, правда, потому что каждый раз кто-то приходит, кто-то просто френч любит, да? Кто-то любит там тонировочку какую-то красивую сделать, кто-то там блёсточками засыпать. Вот. И я, например, в силу того, что я не очень модный человек, я всё время говорю, я ориентируюсь так. Нравится, не нравится. То есть, вот, красиво, некрасиво. Это как в градиенте, знаете, можно смешать любые гель-лаки. Неважно, там, допустим, вот берёшь два первых флакона, и можно их смешать. Покрытие будет там либо очень светлое, либо очень тёмное, либо какое-нибудь. И вот, типа, мне кажется, смешать можно всё, что угодно, но есть цвета, которые, например, мне некрасиво. Вот. А клиенту, например, красиво. Мне, например, совершенно не нравится, когда зелёный с красным, допустим, в градиенте. Какая-то грязь получается посредине, причём какие оценки только не смешивала, всё равно, ну, не заходит. Оранжевый, например, там, коралловый именно с зелёной, да, с зелёнкой. Вот. Вот. А клиенту, например, нравится, да, и поэтому, вот, я, мне вот даже на эти дизайны, я не буду не привязываться ни к какой там модному бренду, там, и так далее. Просто мне нравится или не нравится. Поэтому я считаю, что прикольно смотрится. На вкус и цвет, Катя, согласна с вами абсолютно. Вот. Но на один пальчик, почему бы и нет, да, можно, в принципе, сделать. Если, например, все остальные пальцы покрыть, вот, допустим, вот таким вот красивым номером 501. Оно ещё и с мелким шиммером, вот. Вот. И получается, что будет этот пальчик шикарно сочетаться с ним. А если все остальные пальчики будут покрыты бежевым цветом, например, номером 502 из этой же коллекции, да, Марахеш. А вот, Марахеш, господи, Марахеш сказала. Марахеш 502, да, то все остальные пальчики, допустим, будут покрыты бежевым цветом. Это тоже будет красиво сочетаться, по большому счёту. Так, ну что, мы с вами перекрыли топом, пока болтали. И у нас ещё, конечно же, есть время, поэтому предлагаю сделать ещё и градиент. Градиента много не бывает, особенно, когда взял кучу новых гириллаков, а покрывают только одним. И получается, хочется как бы показать красиво. Вот, вот так. Видно, не видно? То есть, получается у нас вот так. Ну, давайте попробуем сделать градиент и что-нибудь на него добавить. Так. Возьмём сейчас кипсик. Кисточку для градиента. Ну, кисточка для градиента у нас одна единственная. Путворочка. Так. Сочетание, вот нам Катя пишет. Сочетание фиолетового, чёрного и золота – огонь. Ну, на самом деле, когда вот села делать, немножко как бы не знала. Думала, сразу думать, когда теряюсь, не знаю, что бы такого придумать. Я сразу начинаю сочетать с золотом, потому что, мне кажется, с золотом сочетаются любые оттенки. И чёрный, какой-то более тёмный оттенок, да, всегда хорошо сочетается чёрный, золото. А вот все остальные цвета, девчата, они могут быть любыми, честно. То есть, вот вы просто вот подумайте, например, чёрный, золото и красный. Красиво-красиво. Или там чёрный, золото и оранжевый. Да красиво. Я не знаю. То есть, какой бы цвет вы не взять, вот в этом именно сочетании, мне кажется, это всё равно такой выигрышный вариант получается. И богемный стиль. Ой, ну, Кать, вот вы так красиво всё украсили, такие слова красивучие, прям написали. Сразу прям какая-то гордость, что ли. Так, ну что, давайте возьмём какой-нибудь тёмный-тёмный-тёмный оттенок. Это будет из коллекции 499. 499 цвет. Так, и давайте возьмём какой-нибудь, ну, бежевый, да. Их два тут оттенка. Я, в принципе, показывала. Один чуть светлее, один чуть темнее. 499 получается просто перламутровый такой. А, нет, перламутровый с таким лёгким серебристым мерцанием. И 502 чуть потемнее просто перламутровый. Там, конечно, есть тоже какой-то мерцательный момент, но они не так видны, как в 498. Ну, опять же, кому как больше нравится. И если, например, хочется какой-нибудь, например, коричневый с тёмно-тёмно, какой-то тёмно-тёмно-тёмный цвет, можно даже, например, один цвет нанести полностью на ногтевую пластину, просушить, а потом уже вторым слоем сделать градиент. То есть, получается, я сейчас взяла 498 номер. Напомню, что это коллекция Маракеш. Восточные мотивы такие интересные. Так, вот я тонким слоем нанесла, просушу. А вторым слоем сделаю как раз-таки градиент, если вы не против. Кисточку взяла. У нас четвёрочка кисточка для градиента, да. Ой, вообще неправильно говорю. Мы делаем градиент кисточкой номер 4, но она у нас почему-то в названии написана кисть омбре. Короче, кисточкой для омбре мы делаем градиент. Это чтобы просто враги не догадались, чтобы конкуренты не догадались, спали спокойно. Вот. На самом деле, кисточка одна единственная уже такая у меня, знаете, такая боевая. Вот. Поэтому кисточкой для омбре делаем градиент. Можете даже не спрашивать, почему. Потому что кто его знает, почему. Игра слов красивых. И вообще, кстати, я пыталась найти, когда ученикам в классе рассказываю, например, там, про градиент, как делать, там, горизонтальный, вертикальный. Вот. Я даже искала в интернете. Думаю, может быть, кто-то где-то, какие-то девчонки умные мастера там написали, зачем же это отличается, что почему же так. Короче, ничего такого не нашла. Поэтому градиенты омбре, по большому счету, такой-то, как бы, переход цвета, да. Но омбре, мне кажется, чаще употребляют стилисты по волосам, которые делают красивые, да, там, окрашивание волос, когда из одного цвета переходит там в другой цвет, да. Вот. А вот это все-таки как-то вот омбре. А у нас, мне кажется, на ногтях это все-таки градиент. Ну, вы можете со мной не согласиться, только самое главное не ругайтесь на меня, потому что, ну, я реально, я просто сказала все, что думаю по этому поводу. Вот так я натянула аккуратненько темный цвет, смотрите. Градиент. Естественно, мы сейчас еще один слой сделаем. Градиент. Да, он градиент. Добрый вечер из Братска всем. Здравствуйте, Таня. Привет, Братску. Ой, а у вас же плюс 5. Плюс 5, это получается 15 плюс 5 уже 8 часов вечера. Наверное, уже и жара спала, да, сейчас уже не так жарко, как было днем. Хотя на самом деле все равно не сравнится с ростовской жарой. Так, мы с вами просушиваем. Так, и делаем еще разочек, я еще раз тонким слоем. Тут вот верхушечку потемнее. Тонкий-тонкий слой. Всегда стараюсь все градиенты, девчат, делать тонким слоем, потому что в любом случае все покрытия, мы уже это обсуждали. Ой, я не тот цвет, по-моему, взяла. Ну, ничего страшного, пусть будет этот. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, начинала более, по-моему, темным оттенком делать, теперь уже чуть светлее взяла. Ну, на самом деле сейчас оно все перекроется, и все будет хорошо. Да, вот, Танюша, в Братске, да, и в Иркутске, и в Братске, в моем любимом Иркутске. Ничего, скоро все пройдет. Жаркий фронт отступит. И будет хорошо. Вот, а у нас, опять жалуюсь, господи, нельзя же жаловаться. Хвастаюсь, а у нас в Ростове 40. 40 на Солнце еще больше. И это ни конца, ни края. И еще сегодня, еще вот предупредили, что завтра жарче. Короче, погода, да, конечно, сильно меняется. Так, ну вот, видите, получился такой симпатичный градиент. И мы сейчас сюда, опять же, добавим золото. За счет перламутра, да, который содержится в оттенках этих гирлаков, получается очень легкий переход, даже особо трудиться не нужно. Вот, ну, хотя бы ингредиенты же много раз с вами делали. Так, если мы хотим в работу сейчас, опять же, добавить, например, фольгу, то предлагаю теперь фольгу уже отпечатать, значит, на, как раз-таки, мультипл гель, да, гель-клей для фольги, который, по-моему, шикарно можно использовать, как раз-таки, для отпечатывания фольги на рисунок, да, с помощью техники стемпинг. То есть, получается, что сейчас мне нужно перекрыть ноготочек топом без остаточной липкости. Да, дождь, дождь, все мечтают о дожде, да, а осенью, о солнышке, а зимой, о лете. Надо, короче, это, знаете, как-то так успокоиться всем, жарко, жарко. Все пройдет, правда, все пройдет, пройдет и это. Самое главное, чтобы были все живы, здоровы, чтобы была работа, чтобы приходили денежные клиенты, чтобы работая, можно было заработать, да, и чтобы какие-то свои мечты воплотить в жизнь. Проткрываю, девчат, я опять все воспользовалась тыкласом, он у меня стоит под руками. Тыклас – это топ без остаточной липкости, глянцевый топ без липкости, который мы сейчас просушим. По поводу просушки количества времени я бы рекомендовала просушить одну, ну, можно даже две минутки, вот, ну, одну минуту надо хорошо просушить, и потом поверхность нужно забафить, потому что тыклас – это гель-лак, это мягкая формула, то есть, как бы, получается, что он хорошо стоит на любых поверхностях, то есть, это не жесткий топ, это мягкий топ, вот, и, значит, чтобы фольга на него нигде не отпечаталась, только туда, куда мне нужно будет, да, нужно будет просушить и поверхность забафить. То есть, просушиваем одну минутку, а лучше две. Я сейчас сделала бафик, поверхность глянет, сниму, во-первых, сцепление будет лучше, во-вторых, фольга отпечатается только на рисунок. Я вернусь сюда, вот так, аккуратненько, просто не хочется, чтобы на камеру просто моргает, мне кажется, это раздражает немножко. Так, все, забафили, и пыль, которая остается после того, как вы забафили, нужно обязательно убрать с помощью обезжиривателя. Взяла салфеточку, все, и убрала с помощью обезжиривателя. Все, поверхность, получается, у нас покрыта теклосом, и мы забафили. Все, теперь мы берем с вами пластинку. Еще раз повторюсь, что это пластина номер 3, паттерны, да, называется. То есть, это такие абстрактные дизайны. Сети, цепи, тут какие-то графические построения, тут вот есть какие-то прям вообще волны какие-то. Кстати, то, на что я обратила в свое время внимание, мне понравилось. Просто вот так тонко фольгу не отпечатать. А здесь будет прикольно. Видите, вот эти вот линии прикольные, да, как вот прям вот такие вот их. Много-много-много, они прям как тоненькие нити. И мы с вами возьмем сейчас, в принципе, любую кисточку. Мне тут под руки попался скошенный квадрат. Вот сейчас, так, Таня, это точно согласна. Екатерина, здесь можно назвать и амбре, кстати. Вот я, Екатерина, я вот и спрашивала по большому счету вот эту грань, да, то есть как бы почему амбре, почему градиент? Ну, я взрослый человек, как бы, да, я действительно как бы вот теряюсь. Я все время думала, что все-таки это гамма одна-то, потому что... А, вы имеете в виду сочетание цветов. А, вот в эту сторону. Надо, кстати, подумать над этим. Окей, вы ориентируетесь, короче, на оттенки. Я поняла. Хорошо, я подумаю над этим вопросом. Может, действительно это связано как-то с цветами, которые используем для градиента или для амбре. Так, значит, берем с вами гель, гель-клей. Мультипл. Хотите, назовите мультипли. Хотите, назовите мультик. Хотите, назовите мультипл. Гель-клей для фольги. Я взяла немножечко. А почему немножечко? Надо же взять побольше. Я же хочу отпечатать на весь ноготь. Так, вот так взяла и нанесла. Хорошенечко распределяю, потому что это лак для степпинга. Он же как бы жидкий, да? А это все-таки гель. Гель плотный. Гель такой вот вязкий, да? Вот так заполнила. Обязательно надо будет закрывать крышечку, потому что очень быстро полимеризуется. Даже как бы просто под светом. Потому что шикарная дисперсия. Быстро сохнет и очень липкий. Так. А тем временем мы с вами сейчас уберем все лишнее. Очень внимательно. Вот так аккуратненько. Я прямо вот аккуратненько, даже немножечко с давлением, заполняю все промежутки между линиями. Вот так вот раз. Так. Набираем, естественно, на подушечку для степпинга. Спокойно надавила, спокойно подняла. Так, ну если я сейчас вот так покажу на камеру, будет видно, скорее всего, не будет. А, ну вот так видно, да, наверное? Вот так видно? Такие волны получаются. И вот именно вот эти тонюсенькие линии, они сейчас у нас будут, на них будет отпечатана фольга. Так, берем, где наша барышня? Типсик. Отпечатываем. Нажали, подняли. Так, и это сушим. Время про сушки сейчас скажу, потом про подушку. Значит, включила лампу, девчат, на самом деле, на 30 секунд. Вообще, вообще, я уже как бы в прямом эфире как-то говорила. Я, когда первый раз делала с этим гелем и пробовала отпечатать фольгу, сушила минуту, фольга отпечаталась. Потом мне сказали, что можно сушить в два раза меньше, потому что дисперсия шикарная. Я сушила 30 секунд, фольга отпечатается. Потом однажды я увидела Катин прямой эфир, короче, я насушила его вообще 5 секунд, и фольга тоже отпечатывается. Поэтому сейчас вот я, например, поставила, вот сколько я говорила, 10-15 секунд прошло, да? И вот смотрите, я взяла фольгушечку, большим пальчиком нажали, оторвали. И она отпечатывается. То есть прошло буквально 10 секундочек, и фольга отпечатывается. Это, конечно, прикольно. Не надо ждать целую минуту. Все. Допечатала где-нибудь, допечаталась, потому что вот между линиями нигде-нигде не отпечаталась. Сейчас, наверное, может быть, немножко сливается, потому что и цвет такой, как бы это вот так вот как-нибудь сейчас. И получается прям чистенькая работа. То есть фольга отпечаталась только на полосочке. Прикольно смотрится. Вот. Ну и давайте сюда опять что-нибудь додекорируем. Додекорируем. Так, можно какую-нибудь, кстати, полосочку давайте приклеим. Почему бы и нет. Так, ну что, фольгу перекрыть надо, конечно же, топом без остаточной липкости. Это будет у нас теклос. Теклос гель всех времен и народов. Вот так сверху. И понимаете, вот фольга отпечаталась, но при этом линии никакого объева не имеют. Настолько тонко. Не знаю. Все равно, вот, знаете, я лак для стемпинга там брала, делала. Тоже в прямых эфирах. Вот все равно не так. Вот фольга вообще круто. Вот, блин, любой рисунок, любая там вензелюшечка какая-нибудь прикольно отпечатывается. Вообще шикарно. То есть как бы все равно красиво с фольгой. Вот что ни говори, это по-взрослому смотрится. Да, дорого-богато. Я тоже с вами согласна, что дорого-богато. Ну, короче, в любом случае помните о том, что вот можно просто сесть от балды что-нибудь сделать быстренько на одном пальчике. Так, давайте мы что, куда будем приклеивать? Я еще не знаю, куда буду что приклеивать. Ну, давайте я смещу немножко в сторону. Сейчас посмотрим вот так, черненькую какую-нибудь. Знаете, любые вертикальные линии, они удлиняют зрительно удлиняют злительно ногтевую пластину. Любые поперечные линии, я считаю, что они немножечко расширяют зрительно. А вот в длину полосочки они удлиняют. Немножко отвлекают внимание. Немножко, это сейчас линия 100 подов у всех привлечет внимание. То есть получается уже фольга уходит на задний план. Так, ну и какую-нибудь мы сейчас надписюльчику прилепим. Так, так, так. Причем, знаете, вот опять же, смотрите, черная подойдет, золотая подойдет, просто какая-нибудь надпись тоже подойдет. Почему бы и нет? А давайте просто надпись приклеим. Да, давайте. Тут чего-то там, я не знаю, мне кажется, sail us don't worry. Ну, короче, какие-то ж мечтательные фразы. Чего-то там. Будем думать, что мечтаем про море. На самом деле, любая надпись. Вы знаете, вот я, например, не могу там перевести, допустим, а знаю, что у нас в ЭМИ ничего плохого не делают. Никаких плохих слов в шармикончиках не пишут. Поэтому считаю, что, в принципе, можно приклеить любую, и она все равно будет хорошо смотреться. Так, ну что, перекроем топом. Перекроем топом. И сейчас мы этот типсик просушим и приклеим на бумажечку. Я оставлю на экране. Может быть, кто-то сделает скрин, и у вас появится, вот как Катя говорит, клиент, который, может, не боится выделиться среди общей массы. Вот, поэтому давайте мы сейчас вот так сделаем. Вот тут сейчас расширим. Это сюда. А, все не поместятся. Надо поручить поменять местами. Сейчас, секунду, пока сохнет типсик. Захотела сделать, чтобы вам было красиво. Прикреплю на бумажечку. Так, еще раз повторю о том, что мы сегодня использовали гель-лаки, которые вышли совсем недавно у компании Эми. Коллекция под названием Маракеш. Значит, это такой Маракеш. Плотные оттенки, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Такая, знаете, восточные, восточные мотивы. Восточные. Так. Вот, ну все, в принципе, секунда делов еще. Я вот вам сейчас выставлю это все дело поближе. О, все. Надеюсь, вам видно. Да, Таня, вот написала. Я тоже так же говорю. Я же говорю, вот некоторые слова, в принципе, вот так, знаете, как бы пытаюсь расшифровать. А тут иногда читаю, например, фразу, думаю, блин, чего. Вот некоторые уже заучены, знаете, уже как бы за время. А, например, когда не знаю, что там написано, все время говорю, что у Кати Мирошниченко никаких плохих слов в Шармиконах нету. Только все позитивное, только все, значит, чтобы визуализировать, чтобы мечтать, чтобы там, как это, медитировать, читать и медитировать. Так что считаю, что все это здорово, классно. Я тоже говорю, что матерных слов нет. Людмила пишет. Синим интересно, что можно придумать, очень глубокий и завораживающий цвет. На самом деле, согласна. Я считаю, что синий цвет, ну, по большому счету, можно, во-первых, очень красиво сочетать с цветом, который входит в эту же коллекцию с большим количеством шиммера. Сейчас, секунду, смотрите. Вот эти вот блесточки, видите, они как нейтральные получаются. Я думаю, что если, например, под вечерние какие-то наряды, действительно, знаете, вот часть ногтя прям с блестками, на второй части, например, просто синий цвет и посередине там какая-то разделительная часть. То есть, вот красиво будет сочетаться, потому что синий цвет очень красиво сочетается с таким сдержанным золотом. С серебром красиво. Вот синий не с желтым золотом, а именно что-то такое вот смешанное серебро с золотом. То есть, получается, как раз-таки вот этот цвет, 497, он будет очень прикольно сочетаться. Видите, он ближе к золоту, но он не ядовитый. Поэтому, получается, вот они красиво как раз-таки будут сочетаться. Да. Так что, всем, девчонки, огромное спасибо за ваше внимание. Мы уложились в наш часик, который вот. Нас даже никто не покинул практически. Ну, я надеюсь, что кому-то будет интересно. Еще ВКонтакте посмотрят прямой эфир. Все это запишем. Прошу прощения. Ну, и, конечно же, на Ютьюбе. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Всем удачи. Всем прекрасного июля. Вот. И пусть солнышко согревает ваши сердца. Клиенты к вам приходят, побольше денежных клиентов, чтобы все у вас было хорошо. Удачи. До встречи в следующий четверг. До свидания. Ой, да, я еще вот буквально потянулась выключить. Таня, простите. Значит, даже после гелия-клея для, значит, отпечатывания фольги, вот, я все равно очищаю подушку с помощью ролика, конечно же. Так, давайте я сейчас вот так хотела повыше. Ролик, конечно же, ролик очищаю роликом. Если вдруг ролик не оказалось под руками, то, конечно же, можно с помощью стемпинга. Ну, вот этот вот гель-клей, да, мультипл дизинг гель, вот, очень хорошо убирается остатки именно роликом для одежды. То есть, банально, ничего сверхъестественного. А пластину, пластину вытираю всегда жидкостью для снятия гель-лака. Жидкость обезжиривателем, конечно, можно. И вот, например, гель вы сотрете, конечно, обезжиривателем. Но лак для стемпинга, плохо вытирается. Поэтому всегда беру жидкость для снятия гель-лака. Оно вытирается идеально, чистенько получается. И все хорошо как бы вытирается. И пластина чистенькая. Ну, а теперь спасибо за ваши вопросы, за ваше внимание. Вот. Значит, Екатерина пишет, есть специальный ролик. Знаете, этот, на самом деле, как бы, кому как удобно, да, то есть, как бы, вот у меня сейчас был под руками ролик. Я его взяла и сделала. Ну, кто-то вообще любит скотчем, кто-то там вот двойным скотчем отпечатывает, кто-то широким, кто-то узким. Поэтому, ну, не знаю, я считаю, что это не проблема, честное слово. Все. Всем удачи, девчат, всем большое спасибо. И до новых встреч. Встретимся в следующий четверг. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok